Вести Карачаева, Черкесия 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 Прямой эфир в социальных сетях с министром образования и науки Карачаевой, Черкесии Иная Кравченко дал возможность ученикам и педагогам узнать, как в республике проходит подготовка к 1 сентября, готовы ли школы к приходу учеников и каких новшеств нам стоит ждать в сфере образования. Вести Карачаева, Черкесия Школы с большой мощностью, с большой площадью и за год практически этот капитальный ремонт сделать невозможно. Остальные школы, которые масштабом поменьше, меньше детей обучаются, площадь соответственно меньше, там возможно было этот ремонт сделать в течение года. По поручению главы нашей республики Рашида Борисбевича Тимрезова, капитальный ремонт в школах, где проходит ремонт в течение одного года, необходимо завершить к началу нового учебного года. То есть перед нами стоит задача, чтобы до 15 августа все ремонтные работы были завершены и начнется у нас цикл оснащения новым оборудованием и средствами воспитания данных образовательных организаций. Карачаева, Черкесия В минувшем году для 100 самозанятых жителей Карачаева, Черкесия провели консультации и образовательные мероприятия, что также превышает плановый показатель почти в два раза. Зарегистрироваться в качестве самозанятого жителям региона могут помочь в центре «Мой бизнес» Карачаева, Черкесия. Господдержку в центре получили уже более 6 тысяч предпринимателей. От Карачаева, Черкесии для жителей Донбасса направлена очередная партия медикаментов и лекарственных препаратов. Жители Карачаева, Черкесии собрали уже свыше 6 миллионов рублей в рамках благотворительной акции Общероссийского народного фронта «Все для победы». Помимо денежных средств, жителям ЛНР и ДНР через исполком общественной организации были переданы материальные предметы. Напомню, жители региона могут присоединиться к акции. Пункт сбора в Карачаево-Черкесии находится по адресу Черкесск, улица Ленина, 34, 3-й этаж, кабинет 39А. Карачаево-Черкесия входит в топ-3 среди российских регионов по реализации проекта социальной догазификации, поднявшись уже на вторую строчку в этом рейтинге. На сегодняшний день от жителей республики принято более 2,5 тысяч заявок на догазификацию. Для половины из них уже выполнены строительно-монтажные работы по доведению трубы до границ земельного участка, а в 500 домов газ уже проведен. После старта этой программы в Карачаево-Черкесии оперативно была проведена адресная инвентаризация домовладений, подлежащих до газификации. В итоговый план график вошло 79 населенных пунктов и 5 630 домов, которые подлежат газификации до конца этого года. Комментирует информацию исполняющей обязанности министра промышленности, энергетики и транспорта Рустам Эркенов. В этот рейтинг входит 14 показателей, начиная от своевременного исполнения заявки. То есть человек, когда пришел, подал заявку по нормативке, в течение месяца с ним должны заключить договор. Если этот договор не заключен, это нарушение сроков со стороны не Газпрома, а регионального оператора газификации получается. Соответственно, рейтинг сразу падает. Буквально там несколько заявок, федеральный штаб это видит, рейтинг, соответственно, опускается. Обратная связь с гражданами, то есть в соцсетях периодически возникают вопросы. На эти вопросы нужно оперативно отвечать и, соответственно, на это тоже мониторится. В совокупности множество таких факторов, оно как раз сказывается на рейтинг. Невозможно быть в топе рейтинга, исполнив какие-то 2-3 вещи. Там их очень много показателей, они в режиме онлайн. Мы с коллегами, помимо регионального штаба, еще такие рабочие группы создали по разным направлениям, в том числе с коллегами, которые приемом заявок занимаются, отработкой и так далее. Мы, соответственно, в этих микрогруппах решаем точечные проблемы. В совокупности взаимодействия нас, регионального оператора газификации, очень большую работу на местах проводят районы, у них тоже созданы рабочие группы. Предприниматели Карачаево-Черкесии смогут воспользоваться льготным инвестиционным кредитом. В результате предприятия могут получить инвестиционный кредит, например, на закупку оборудования или ремонт, запуск новых производств сроком до 10 лет. Для средних предприятий ставка составит 3%, для малого и микробизнеса – 4,5%. В настоящее время планируется запустить проект в пилотном режиме. Предприниматели Карачаево-Черкесии могут узнать подробности о новом инвестиционном кредитовании, обратившись в Центр «Мой бизнес» по телефону 250227. Благодаря поддержке правительства Российской Федерации у Академии футбола города Черкеска появилась современная модульная раздевалка. Узнав о мире социальной поддержки, тренерский состав обратился в Центр «Мой бизнес», где им помогли написать проект, а Министерство экономического развития выделило 500 тысяч рублей на его реализацию. Раньше детям приходилось переодеваться прямо на улице, что было особенно некомфортно в пасмурную погоду. Весной в Черкесске открылся 34-й филиал Академии футбольного клуба «Краснодар». Здесь могут заниматься футболом ребят от 5 до 11 лет. Тренировки проходят бесплатно. Проект по развитию туристко-рекреационного кластера «Домбай», который планируется реализовать за счет инфраструктурного кредита в 900 миллионов рублей, поможет увеличить турпоток в регион на 370 тысяч человек. В рамках проекта планируется строительство скоростной канатной дороги с пропускной способностью 2400 человек в час, а также объектов общепита и жилого дома. Об этом рассказал министр туризма и курортов республики Расул Тикеев. Инвестиционный проект развития «Домбай» предполагает, что за счет инвестиционных бюджетных кредитов, а также новых инвестиционных проектов, есть такая мера поддержки федерального центра, предполагается строиться обеспечивающей инфраструктурой, что, конечно же, позволит более качественно подходить к оказанию услуг. Значит, это будет реконструкция сети горнолыжных трасс, общая протяженность 17,4 километра. Это электроснабжение, работа над газоснабжением продолжается, и она будет завершена. Что касается инвестиционной части со стороны вне бюджетки, так называемой, то это объекты туристской инфраструктуры, это в том числе горнолыжная канатка, которая позволит разгрузить на сегодняшний день, в пик сезона мы знаем, что там создаются очередя, и вот эта канатная дорога, она позволит разгрузить и сделать более комфортным пребывание туристов на территории Донбая. Поэтому Донбай также развивается, ему уделяется важное внимание в развитии отрасли. В год столетия Карачаева Черкесии проведем первый всероссийский турнир по боксу памяти заслуженного тренера России и почетного гражданина города Черкеска Александра Давыдова. Торжественное открытие турнира состоится 16 августа в 16.00 во дворце спорта «Юбилейный». На большое спортивное мероприятие жителей и гостей города пригласил баростолицы Алексей Баскаев. Он также подчеркнул, что планируется сделать турнир по боксу традиционным для сохранения памяти о талантливом тренере, пропаганде здорового образа жизни и популяризации олимпийского вида спорта среди детей и молодежи. Выставка художники Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаевы Черкесии «Сто лет государственности субъектов» проходит в эти дни в Республике Адыгея. Она включает в себя более 100 живописных, графических работ, а также произведения декоративно-прикладного искусства 70 авторов, известных художников Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаевы Черкесии. Авторы выставки обращаются к разнообразным темам и жанрам изобразительного искусства, знакомят зрителей с уникальной и неповторимой природой Северного Кавказа, стремясь отразить характерные черты национальных культур. Выставка будет работать до 15 августа. В Карачаевске продолжаются ремонтные работы на стадионе «Саулук». Решение о его реконструкции было принято в 2020 году главой Карачаевы Черкесии Рашидом Тимрезовым в ходе рабочей поездки в Карачаевск. О том, какие работы ведутся сегодня на объекте, рассказал главный архитектор бюро АРК «Проект» Ислам Крымшамхалов. Проводим реконструкцию всего стадиона, начиная от футбольного покрытия, заканчивая под трибунными помещениями и самими трибунами, и благоустройством прилегающей территории. После реконструкции на стадионе появятся две раздевалки для двух футбольных команд, необходимые санитарные помещения, и на втором уровне трибуны будут размещены комментаторские вип-ложи. Сотрудники МЧС в составе межведомственных комиссий провели обследование избирательных участков. Инспекторы провели противопожарные обследования объектов, задействованных в проведении выборов на территории Адыге-Хабальского и Ногайского районов. С руководителями объектов, председателями избирательных участков и членами избирательных комиссий сотрудники МЧС провели противопожарные инструктажи и беседы по соблюдению требований пожарной безопасности. Еще трое доверчивых жителей республики перевели мошенникам более 180 тысяч рублей. Сотрудники полиции принимают меры по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений. С 1 марта 2023 года будет действовать новый закон, регулирующий сферу обращения с побочными продуктами животноводства. Комментирует информацию государственный инспектор Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора Екатерина Тутыхина. В соответствии с новым законом побочные продукты животноводства, это вещества, образуемые при содержании животных, навоз, помет, подстилка, стоки, используемые в сельхозпроизводстве. При обращении с побочными продуктами животноводства запрещается загрязнение окружающей среды, почв водных объектов и лесов. Побочные продукты животноводства не являются отходами. Исключение, если во время проверки выявят нарушение требований к обращению с навозом и пометом, тогда их признают отходом. Хранение разрешено только на специализированных площадках. Передача побочных продуктов животноводства возможно исключительно юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и крестьянско-фермерским хозяйствам, осуществляющим производство сельхозпродукции. В целом можно отметить, что новый закон призван не только урегулировать сферу обращения с побочными продуктами животноводства, но и устранить противоречия в действующем законодательстве. Горные маршруты, сплавы по рекам, походы по малоизвестным, но красивым природным местам – все это не только расширяет куркозор человека, но и таит в себе опасность. Поэтому все компании и отдельные граждане, решившие организовать личный поход в горные местности, должны в обязательном порядке уведомить об этом сотрудников чрезвычайного ведомства. Зарегистрироваться не составит труда, также это можно сделать в онлайн-режиме, сообщил начальник Карачаева-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России Андрей Мозгов. Ставьте на секунду, что на один и тот же маршрут выходят две группы с разницей, предположим, в день. Друг о друге они знать, естественно, не будут. Если они не зарегистрируются у спасателей, спасатели их не предупредят. Одна группа идет, предположим, на высоте 4000 метров, вторая на высоте 3. Верхняя группа спускает лавину или камнепад на нижнюю, мы получаем несчастный случай. В случае, если группа будет регистрироваться у спасателей, естественно, спасатели предупредят, что по этому же маршруту движется группа. Либо они могут объединиться, предположим. И чем больше количество участников мероприятия, тем, соответственно, проще преодолевать какие-то сложности на горном рельефе. То есть преодолевать те же самые опасные участки, преодолевать трещины ледников и так далее. Одному это крайне сложно сделать, в группе это сделать значительно проще. Ну и самое главное, нужно понимать, что если уж несчастному случаю суждено быть, регистрация ни в коем случае не убережет людей от этого самого несчастного случая. Но если спасатели будут знать нитку маршрута, если спасатели будут знать снаряжение, которое используется в той или иной группе, если спасатели будут знать средства связи, которыми они обладают, то это значительно ускорит время нашего реагирования и значительно увеличит шанс на спасение, либо на сохранение здоровья человеку, терпящему бедствию. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем в горах коротковременный дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха плюс 28, плюс 33. В горах местами до плюс 24. В Черкесске переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 18 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 32 градусов. Это все новости к этому часу. С ними я вознакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Реклама Индустриально-технологический колледж продолжает набор выпускников 9-11 классов. Бесплатное обучение, поступление без дачи ОГЭ и ЕГЭ, стипендия, общежития, отсрочка от армии, с получением профессии. Техники грузовых и легковых автомобилей. Автогридерист, экскаваторщик, электромонтажник, сварочное производство, моделирование швейных изделий, парикмахер, мастер по обработке цифровой информации. Хотите зарабатывать достойно? Звоните, пишите, приходите. Количество мест ограничено. Индустриально-технологический колледж. Улица Октябрьская, 56. Телефон 21-17-25. Мы растим профессионалов. Стань успешным и ты. Уважаемые граждане, доводим до вашего сведения, что на территории Карачаева Черкесской Республики работает Госюрбюро, оказывающее бесплатную юридическую помощь гражданам, относящимся льготным категориям, в случаях и в соответствии с федеральным законом о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Вы можете прийти на личный прием в Черкесске по улице Красноармейская, 33. Обратиться по телефону 28 00 56 или оформить электронное обращение на сайте gubkcr.ru. Вы слушали Радио России. Карачаева Черкесия. До новых встреч!